Девятнадцатый год Девятнадцатый год Девятнадцатый год Девятнадцатый год 3% заготовлено, нужно порядка 94 тысячи тонн по району. Ну, зерновых мы заготовили на сегодняшнюю дату 8% всего. В прошлом году на эту же дату было заготовлено 56% по району. Грозит тем, что мы, во-первых, мы не доберем урожай, и даже если берем, вот сейчас силы заготавливаем, уже не того качества будет, что мы ожидали. И это скажется со временем на зимовку, на продуктивность. Скота. Мы сейчас готовим документы, фотографируем те поля проблемные, где невозможно технике зайти, где уже урожай полностью погиб. У нас есть такие поля, где Мироша уже склонилась, упала и начала прорастать. Уже, конечно, мы с этих полей ничего не соберем. Но надеемся, что все-таки будет какая-то помощь оказана селянам, потому что без помощи мы просто-напросто не сможем. Зерно прорастает прямо в колосе уже. Вот еще не убраны хлеба, они уже проросли в колосе. Естественно, что самая большая проблема – это семена. В такую погоду семена очень плохо получить. Зерно в колосе уже прорастает. И это самое поступает на ток очень высокой влажности. 24-25%, а первые дни вообще 28-30% влажности была зерна. И довести до кондиции – это 14% и ниже должно быть. 13-14% хотя бы влажности. За один проход КЗС не получает такой процент влажности. Если считать, что самое большее мы можем снять 6% влажности за один проход КЗС, то нам приходится 2, а то и 3 раза пропускать. А обработка теплом, вы представляете, что это тоже сказывается на схожести семян. При этом может потеряться всхожесть. Что вот это самое связи с аномальной погодой, холодным летом и дождливым летом, вот это самое получается, такие мутанты колоса. Видите, вот вместо зернышка еще колоси вот тут, вот видите как. Субтитры создавал DimaTorzok